Многие годы Сергей Алексеевич занимался самолечением. Знал о наличии проблемы, но к врачам не обращался. Пока не дошло до воспаления с высокой температурой, его доставили в 4-ю горбольницу в отделении гнойной хирургии. Доктора так и говорят, мало того, что гнойный псоид – редкое заболевание, еще и запущенный случай. Пришлось экстренно готовить пациента к операции. Раньше бы его отправили в Крылевую столицу, теперь при наличии специалистов оперируют на месте. Сложность диагностики заключается в том, что начинается оно в глубоких слоях забрешенного пространства с воспаления лимфатических узлов, располагающихся вдоль позвоночного столба. После их воспаления возникает их нагноение. При неблагоприятном течении и сопутствующих заболеваниях, как в данном случае, пациента имел место сахарный диабет. Он продолжал ходить и жить уже с запущенным гнойным процессом. Когда он из забрешенного пространства в поясничной области спустился, по межклеточным пространствам, на тулощи и даже на конечности. В данном случае одной операции не обошлось. Пришлось сделать их аж 14. Теперь об этом сложном периоде лечения, это два с половиной месяца, напоминают лишь рубцы. Сергей Смородин родом с Урала, но в прошлом году переехал на постоянное место жительства в Сочи. Где я живу, там, конечно, такого и не обслуживания я бы не увидел, и такого лечения бы, конечно, не увидел. И как специалисты, как хирурги, врачи, что они делали сложнейшие операции, конечно, и я очень благодарен им за проделанную работу. Но все удачно получилось, все зажило, все это я очень благодарен, я практически пережил второе рождение, можно сказать, здесь это Сочи, это вторая моя родина получается. Теперь Сергей Алексеевич приходит исключительно на осмотр к врачу и обещает в будущем при наличии проблем вовремя обращаться за помощью к специалистам. Сегодня четвертая горбольница – это совершенно новый, уникальный медицинский комплекс. Это не только современное здание и новое технологичное оборудование. В первую очередь, это серьезная подготовка медицинского персонала. Сложные операции могут выполнять только врачи, опытные, высокопрофессиональные. Елена Всецина, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.